Полиция на страже здоровья несовершеннолетних. В эти дни в Наринмаре проходит серия рейдов «Выпускник-2020». Наряду с полицейскими участие в них принимают сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних, социальные работники и педагоги. Основная цель – профилактика и пресечение употребления подростками алкоголя. В один из таких рейдов отправилась наша съемочная группа. Слово Ольге Русу. Заправиться перед нами нехорошо, курить тоже нехорошо. Самое главное – о своем здоровье заботимся. А в ту очередь для окружающих, чтобы не было потом перед людьми стыдно. Инспектор отдела по делам несовершеннолетних Роман Парыгин проводит профилактические беседы с молодежью. Рейды «Выпускник-2020» начались на территории Наринмара с 5 июня одновременно с праздниками последних звонков. Надеюсь, что вы даже не пробовали и нет у вас интереса к данным объектам. Мы, напоминаю, о Капитанском часе. С лета у нас в каких часов можно гулять? В 11. Ну, именно летний период с 1 июня до конца августа до 11 часов. Обычно такие профилактические мероприятия проходят на территории города в мае. Но в этом году в связи с ухудшением эпидемической обстановки рейды перенесли и растянули по времени, так как школьные линейки состоятся до 11 июня. В мероприятии задействованы сотрудники отдела по делам несовершеннолетних, участковых, уполномоченных полиции, а также представители комиссии по делам несовершеннолетних, образовательных организаций, социальной защиты населения и добровольные народные дружинники. По результатам первых рейдов несовершеннолетних в состоянии алкогольного опьянения выявлено не было. Но, как я уже сказал ранее, это мероприятие будет проводиться по 11 июня. Патрулирование улиц и зеленые зоны Нарьинмара проходит в несколько этапов с 5 часов вечера и до полуночи. Комиссия по делам несовершеннолетних уже информацию разместила в сети интернет и также в других изданиях. Но и в настоящий момент мы видим, что несовершеннолетних, как я сказал, уже выявлено не было по результатам первых рейдов. Вместе с полицией за поведением выпускников во время праздничных мероприятий следят и педагоги. Да, конечно же, непосредственно вот эти рейды такие нужны, потому что мы выявляем нарушителей в первую очередь. Соответственно, если есть ребята, которые у нас еще обучаются в школе, мы ставим это на внутришкольный учет и как бы себе для будущего, для работы с ними прорабатываем все эти истории. В эти выходные рейд прошел без происшествия. Ни одного подростка или компания выпускников в нетрезвом состоянии на городских улицах и в пригородной зоне отмечено не было. Напомним, что рейды продлятся до 11 июня.